Всем привет! Сегодня готовим азербайджанский холодный суп довго. Для этого нам потребуется куча зелени. Такого разнообразия я не видел ни в одном супе. Даже в грузинских супах я не видел столько разнообразной зелени. Здесь и базилик, и лук, и укроп, и петрушка, и щавель, и мята, кимза, мелиса. В общем, все, что можно было собрать, все собрали. Если у вас какого-то ингредиента вдруг не будет, одного, ну, наверное, не страшно, но, в принципе, лучше соблюсти полное правило и сделать это все, как написано в правильном рецепте. Мой ножичек береза. Тут тоже лежит правильный нож. Значит, и что еще нам потребуется? Для этого нам потребуется отварной рис. Вот такое количество на большую довольно кастрюлю. 5 яиц. 5-6 литров по маленькому, большому, среднему яйцу на 1 литр. Смотрите сами. Несколько ложек муки пшеничной обыкновенной. Холодная вода. Кефир, котыть или мацони. Ну, в общем, любой такой кисломолочный продукт, который вам нравится. Ну, вот я взял обыкновенный 1% кефир, но здесь у меня стоит и мацони, который я использовать в этом рецепте не буду, но можно тоже. Это я поставил так, чтобы вам это показать. И вот здесь вот сделан катык. Здесь катык сделан таким образом, как сказать, из него через льняную тряпку я убрал такую жидкость, отделил как бы вот белую такую, как сметанную составляющую, йогуртовую составляющую от кисловатой жидкости. Она вот такого вот мутноватого содержания, кисловатая жидкость. Вы можете сделать через сито и через тряпку или там двойную-тройную марлю сделать то же самое, если вы не любите вот эту вот характерную кислоту в продукте. Вот пример, как нужно делать. То есть просто в льняную или вот у меня льняная, или, значит, еще раз говорю, хлопковая, плотная, или там несколько слоев марли, выливаете в сито, и она оседает. Это делается быстро, никакой сложности в этом нет. Становится более мягкая такая, ну, и кефир, и сметана, что-то в этом роде. Вот такая вот штучка. Смотрите. Дальше что? Это я отставляю. Я использую обыкновенный кефир, чтобы был такой народный метод. Рис тоже отставляю на плиту. Значит, что здесь еще потребуется? Больше ничего. Первым делом нарезаю всю зелень и, ну, сначала вылью, наверное, кефир в кастрюлю. Так, давайте сделаем так. Давайте сделаем заставку, а потом продолжим. Так, что я делаю первым делом? Я беру кастрюлю, выливаю сюда наш кисломолочку. Холодная вода. Без газа, не минеральная, просто холодная вода. Она может быть не обязательно холодная, она может быть чистая. Мы сейчас все равно это будем нагревать. Поэтому просто у меня была холодная вода, и я ее взял и налил. Яйца туда. Напоминаю, на пятилитровую кастрюлю 5 яиц. Ну, где-то на литр яйцо среднее. Так, и всю муку. Значит, 3 ложки. Начинаем работать блендером. Так, ну все. Чуть-чуть посолить по... Буквально там, по вкусу. Не надо, чтобы он был слишком солен. Чуть-чуть. Так, и ставим на самый маленький огонь. Желательно постоянно помешивать. То есть, доводить до кипения не надо, а хорошо прогреть стоит. В это время будем нарезать всю траву. Все, погнали на плиту. Так, ну что, теперь все. Начинаем шинковать нашу зеленушку. Соответственно, толстые частички, вот такие, мелко. Или вообще выкидывать, если они деревянные. Все остальное покрупнее. Потому что все варится. Мелисса и базилик. Ай, какие запахи, какие запахи сразу же. Мелисса, базилик. Это какой-то... Даже не представить вкус, который получится. Потому что столько трав и столько вкусняшек. Кстати, да, что-то я перестал в последнее время рассказывать о том, где я был. Я был в Азербайджане. Вот, проехал от самой Грузии до Баку. Был в Баку, жили мы две недели почти. Все в общей сложности я был где-то недели три. В, не соврать бы, по-моему, в 18-м году. Ездили мы с Ириной, с Алисей. Очень понравилась и кухня азербайджанская. И вообще у меня друг азербайджанец. Я его знаю с начала 90-х. Поэтому, как бы, с азербайджанской кухней я знаком. Из азербайджанской кухни у нас есть два пяти. Шекинский пяти и пяти домашний. Поэтому, ребята, посмотрите. У меня на канале обязательно шекинский пяти. Просто чудо. Ну и домашний тоже пяти. Тоже так же делается. Почти из тех же ингредиентов. Но только другая немножко технология. Вот, мята. Кинза пошла. Мята. Мята. Ну и лук. Рука бойца колоть устала. Так, надо идти и помешивать не забывать. Потому что сейчас температура в нашем жидком составе супа довго уже поднимается. Поэтому нужно потихонечку там начинать активно перемешивать. И не забывать. Не доводите до кипения. Ни в коем случае. Так, рис берем и закладываем сюда рис. Уже довольно горячая такая, очень-очень теплая такая смесь. И вот такой рассыпчатый рис туда потихонечку. Вот, плюх. Без особых плюхов для сытности наверняка нужен. Но еще там особая консистенция. Тут немного надо риса. Он тоже выполняет роль свою. Так, и потихонечку начинаем закладывать траву. Я вам еще раз повторяю. Ну такие ароматы, это просто нигде таких ароматов не найдешь. Только где-нибудь в лесу, если такие же вот по резкости. Ну, конечно, другой, другой, другие там запахи. Но тем не менее. Посмотрите. На самый мелкий огонь включаем. Ну, потихонечку посмотрите по состоянию. Можете долить, соответственно, кипяченой теплой воды из чайника. Потому что здесь тоже есть вода, тоже есть кефир. Посмотрите, как вам удобно. Ну, чтобы по густоте уже регулируйте сами. Я бы, может быть, вот стаканчик бы еще долил бы. У меня есть кипяченая вода в чайнике. Замечательно. Продолжаем нагревать. Ну и все. И как только у вас начнется такой процесс уже. Если у кого есть градусник, поставьте градусник. Там градусов, я думаю, 90. И надо останавливать всю эту тему, чтобы не было кипения. После этого охлаждаем. Поэтому сейчас мы уходим на заставочку. На рекламу нашего спонсора модного дома Алисии Фиори. Которого вы можете найти по ссылке в описании. И, соответственно, после того, как мы это уже доведем до правильного состояния, о котором я вам уже говорил, и охладим, мы будем уже встретимся здесь и будем пробовать. Ну вот, я специально для того, чтобы не охлаждать целую кастрюлю, поставил товарную порцию, которую мы будем пробовать в холодильник, в морозильник. И пока мы готовили болгарский холодный суп Таратор, наш азербайджанский холодный суп Довга или Довга уже охладился и готов к применению. Помните, я вам говорил в самом начале, что у нас в льняной ткани лежит, вот отделяется жидкая от густой части, вот такая вот штучка, катык. Вот, пожалуйста, можно взять и сейчас, ну, чтобы ему не было обидно, не зря же он отделялся, да, взять вот это вот все и вот так вот красиво размешать. Будет еще более насыщенный вкус. Ну и сейчас мы снимем для вас заставочку, и после заставочки мы начнем пробовать наш азербайджанский холодный суп Довга. Субтитры сделал DimaTorzok Сняли мы для вас самую красивую в мире заставку, и уже пора пробовать. Честно слово, выдержки уже иногда не хватает. Да, самое главное забыл сказать. Когда вы доводите до нагрева, сделайте так, чтобы некоторые травки начнут терять цвет. И вот как только это вы первые увидите, все, прекращайте нагрев, потому что нагрев еще будет идти от кастрюли, еще будет продолжаться процесс, но сделайте так, чтобы котык не свернулся, кефир там все это дело не свернулось, и не потерялась зелень. То есть она должна быть и бледно-желтая, и такая вот награница. Желательно, чтобы зелень не потеряла все витамины, и не потеряла цвет. Вот до этого вот состояния доведите, потому что там витамины, там все должно сохраниться. Это же мега-полезная вещь вообще. Ребята, Вы можете себе представить, что каждая трава чувствуется? Вот можно себе это представить? Можно. Она как бы и вроде бы уже и не кислая, и она и легкая, и холодная, и сытная, и очень ароматная, очень зеленая. Чувствуется мята больше всего, пожалуй, прямо вот мята, наверное, вот ее было-то меньше всего, а чувствуется больше всего. То есть она так как бы сыграла, видимо, какой-то объединяющий вкус имеет, и на фоне вот этой легкости классно играет. Так что я считаю, что выпуск удался. Готовьте по этому рецепту. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Держитесь. Приходите к нам еще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok